Молниеносное семейство Начнём с американского П-47 «Тандерболт». В игре целых восемь вариантов этого истребителя. Четыре премиумных в советской и немецкой ветках, а также машины асов американской авиации Джорджа Боствика и Витольда Лановского. «Тандерболт» — один из самых быстрых поршневых истребителей в игре. Он идеально подходит, чтобы обрушиться на соперника с огромной скоростью и прошить его очередью из восьми пулемётов «Браунинг». Причём «Тандерболт» может навести шороху не только в небе, но и на земле, благодаря подвесным ракетам и бомбам. Теперь спустимся с небес на землю. Там нас ждёт австралийский премиумный танк АЦ-4 «Тандерболт», который расположен в ветке исследования Великобритании. Он получил своё имя благодаря оглушительным выстрелам знаменитой британской 17-фунтовки. При хороших углах наведения и удобной баллистике снарядов этот австралиец — просто прирождённый снайпер. Далее вновь авиация. Японский «Райден» — гроза любой воздушной схватки. Он обладает отличной манёвренностью и скороподъёмностью, а вооружён, в зависимости от модификации, 20-ти или 30-ти миллиметровыми автопушками. Вступать с ним в ближний бой смертельно опасно. Он запросто обыграет соперника в сложных манёврах и уничтожит его одним мощным залпом. Итальянский истребитель Макки Чи 202 «Фольгора» доступен в двух модификациях. С-202 — довольно универсальная машина для любых условий, но арсенал вооружения не хватает звёзд с неба. Возможности этого самолёта по-настоящему раскрываются именно в модификации «Эспериментоканнони», в которой машина получает пару 20-ти миллиметровых автопушек. Немецкий «Арадо-234 Блиц» — первый в мире реактивный бомбардировщик, которому довелось принять участие в сражениях. В игре он представлен в двух вариантах. Первый — «Б-2» — позволяет быстро доставить полторы тонны бомб адресату и смыться, оставив поршневые истребители с носом. Иначе просто никак у этой модели ни курсового, ни оборонительного вооружения нет, так что нужно полагаться на мобильность. А вот у модификации «Ц-3» с арсеналом полный порядок. Благодаря паре 20-ти миллиметровых курсовых орудий она неплохо показывает себя и в охоте на бронетехнику, и в воздушном бою. Британский реактивный истребитель «Инглиш Электрик Лайтнинг F6» способен преодолеть звуковой барьер и развить скорость около двух махов. Кроме превосходной подвижности, в арсенале этой машины также есть две автопушки «Эйден» и управляемая ракета «Рэд Топ» класса «Воздух-воздух». То, что нужно для «Соколиного удара». Его тезка — американский двухмоторный истребитель B-38 «Лайтнинг» — один из самых известных самолетов эпохи Второй мировой. В «Вар Тандер» их целая тьма. Четыре в американской ветке исследования, восемь, если считать премиумной версией, два опытных истребителя и самолет Ричарда Бонга — самого результативного аса американских ВВС. Плюс одна ленд-лизная версия в китайской ветке. И в последний раз вернёмся к наземке. Название ЗСУ «Кугельблиц» переводится с немецкого как «шаровая молния». Просто взгляните на рубку этой зенитки. Да и вооружение у неё соответствующее. Под шквальным огнём двух 30-мм автопушек развалится не только любой самолёт. Тут даже танкам и самоходкам не поздоровится. Наконец, единственный корабль в семействе — итальянский торпедный катер «Фольдборе» — тёзка истребителя. Он вооружён спаркой мощных 40-мм пушек «Бафорс», а четыре двигателя обеспечивают достойную мобильность. Ну и торпеды, само собой, как и полагается машине его класса. Молниеносное семейство рассеяно по странам, весовым категориям и даже по классам. Скажите, а у вас есть среди них свои фавориты? Расскажите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Сёмкин